Владимир Александрович, проблема попрошаек на перекрёстках, на проезжей части, в последнее время это просто какая-то повальная мода для нашего города? Мода и беда для нашего города. Можно ли с ними как-то бороться и как вы с ними боретесь? Значит, вот буквально не прошло и месяца, как мы сами организовали по своей инициативе, значит, операцию попрошайка «Бомж». Вот, попросили с улиц, значит, основная задача была это вот как раз убрать с улиц вот этих всех попрошаек, непосредственно кто на проезжей части у нас занимается попрошайничеством. Проблема у нас родилась в чём? Как правило, как правило, они все инвалиды первой и второй группы. То есть предоставление в отделы полиции данных граждан, мы что делаем? Устанавливаем соответствующим образом личность, в первую очередь. Содержать, опять же, мы их можем не более трёх часов. Следующий момент. В КАЗе мы их содержать в камере для административно задержанных тоже не имеем права, потому что они у нас инвалиды и в соответствии с действующим законодательством не подлежат во дворению в КАЗе. Вот. И в последующем, в последующем, мер каких-либо действенных по привлечению их к ответственности, за исключением нарушения правил дорожного движения, мы к ним принять никаких не можем. Эта проблема должна решиться не только нами, решаться в комплексе, но я так считаю и властями, наверное, для того, чтобы куда этих граждан с улицы девать. Они, как правило, все инвалиды, все колясочники. И, как правило, после того, как мы их опять доставляем в отделы полиции, одни и те же люди оказываются на одних и тех же перекрёстках. То есть мы не можем постоянно их забирать на три часа и устанавливать личность, и отпускать. — Владимир Александрович, а правда ли проверяют такую информацию, что над этими людьми есть люди, которые курируют, их там расставляют? — Проверяли мы такую информацию, давали непосредственные указания, госавтоинспекции работали негласно-гласно, чтобы проверить, кто их всё-таки привозит. Не могут же они на коляске приехать из другого района. Естественно, их может кто-то доставлять сюда транспортом. Такую информацию тоже проверяли. Но, к сожалению, кроме того, что самих доставлений в отделы полиции и некоторых привлечений к ответственности за нарушение правил дорожного движения, пока у нас рычагов, значит, для того, чтобы повлиять на эту ситуацию, других никаких нет. — Ну, вода в камень точит, я думаю, что... — Ну, да. Я ещё раз повторюсь, тут совместно с администрацией необходима политическая воля администрации. Нужно куда-то какие-то центры, куда их определять можно будет. Им нужна медицинская помощь в том числе, потому что граждане больны, скажем так, они инвалиды все. Их нужно куда-то просто... Как и лиц-бомж, без определённого места жительства. Мы же не можем их содержать. К сожалению, нет уже спецприёмников, которые... Или приёмников-распределителей, которые были в 90-х годах. Их сейчас нет. Содержать этих лиц нет. Мы им имеем право установить личности. И при установлении личности, и при установлении того, что они не совершили никакого правонарушения преступления, у нас к ним вопросов не должно возникать. То есть они такие же граждане, и имеют такие же права. — Вот читатель Данилов КМ спрашивает о цыганках. Он говорит о том, что в КОАП в областном была статья 21 приставание гражданам в общественных местах целью гадания. — Нет, сейчас такой статей. — Что, проблема цыганок у нас решилась? — Нет, проблема цыганок у нас не решилась. Но гадание, я скажу, не самое страшное, что решилось именно лицами цыганской национальности, что самое плохое совершается, и преступления в отношении престарелых граждан. Продолжение следует...